Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смущашка такая Тут на берег выбросило бедную рыбку Жесть, жалко What the fuck, ребята Тут какое-то кладбище Морских Обитателей Реально А что случилось? Очень странно Какой маленький, смотрите Может они живые? Они просто спят? Не пойму Шторма не было вроде Такие мелкие Вот там эта рыбка лежит Похоже на буйок Но почему так много их тут Я не пойму Хотя там были ребята Какие-то С большой сетью Для рыболовства Вроде как Но это не точно Ну почему так много Мертвых крабиков? Может он живой? Он живой, ребята Он живой Он просто лежит Почему-то так Сегодня последняя ночь Перед переездом Это отель Ойо Все еще Уже довольно поздно Где-то час ночи Или даже пол второго Соответственно Тут все закрыто И нужно прикладывать карточку Чтобы войти Не буду шуметь особо Администратор уже Ну понятное дело Что все спят Скорее всего Тут у нас есть Такой общий стол Наверное Можно собраться С кем-то посидеть Там лестница Туалет А мне нужно На лифт Кстати удивительно Но лифт здесь тоже есть Вот так и живем В принципе Кстати Я уже привык Довольно вообще Неплохие условия Я вам скажу По-моему Ойо это вообще Какой-то Индуис Ну отель Короче Фирмы В Индии Которые Индус Индуский отель В общем Мне так кажется Все Пришел я в номер Соответственно Нужно включить Кондиционер Обязательно А то тут какая-то Влажность И кажется Как будто бы Ну короче Надо проветривать Окно Открывается Я не знаю Показывал я вам Или нет Но Когда у меня Заселяли Он не смог Его открыть Но я сам справился Нужно больше Усилий было Приложить Просто В принципе Кстати Кайфовый номер Я тут уже Довольно таки Обжился Привык И мне нравится Это Поначалу Когда я приехал Было норм Потом стало Не норм Потому что Ну видимо Я пришел Как-то в себя И стало Как-то Непривычно А потом Я привык Даже в душе Вот помылся Помните Да тут душ Такой странный Даже Я бы сказал Немного страшный Ну для меня Я просто не люблю Всякие Вот эти вот Штуки У меня прям От них У меня фобия Какая-то Непонятная Вот Ну ничего Я тут мылся Сегодня И завтра Буду с утра Вот До 12 Надо съехать Будет И будем Заселяться В другой Между прочим Тоже Индусский Отель Не знаю Почему так Получается У них Цена Самая Благоприятная Вот Короче На самом деле Вау Прикольный свет Да На самом деле Ойо Нормальная марка Довольно таки Сегодня на букинге Когда я смотрел Отели Ну потому что Мне нужно переезжать Поэтому я смотрел Отели И я там видел Тоже фирму Ойо И Максимально близко К пляжу Даже Можно что-то найти Это тут я далеко Хожу Кстати Хожу я реально далеко Я думал Типа Что это будет быстро Но на самом деле Нет Типа Дойти до пляжа Довольно Ну короче Это не быстрое занятие Вот Но зато Типа Прогуливаешься Идешь Вот Я ходил сегодня Два раза Чтобы покушать С утра Это был мой завтрак На ту самую улицу Которую меня научили Там где можно покушать Нормально Вот И вот Соответственно Вечером Тоже я туда пошел Тоже я там взял себе Что-то покушать Уже не помню что И Пошел тусить на пляж Вот Там познакомился С девчонкой С тайкой Красивая такая Ух Не знаю Что будет Посмотрим Короче Классно Вот так я провел свой день Короче Давайте До встречи До утра Ну что ж Доброе утро Значит Я уже Собрался Как видите У меня прибавился Еще один рюкзачок Забитый вещами Точнее Не прибавился Я просто Перераспределил Так сказать Нагрузку Все Вроде Я ничего не забыл Главное Что Паспорт Есть Деньги Ну и все Тут Ничего нет Да Ну все Короче Погнал я на чекаут И На пляж А потом Ближе к двум часам Буду искать Варианты Для Жилья Жил я Примерно Вот в таком Райончике Есть Как Забегаловки С которыми Мы знакомы Так и Мини-маркеты 7-11 Был прямо Под окнами Фактически Вот А сейчас Я Направляюсь Ближе туда А там А там У нас Пляж Идти Минут 20 Надо же Мусорка Здесь Вчера Ночью Стояло Когда я Проходил Тут Прям Навалено Было Значит Убирают Каждую Ночь Видимо Убирают Фу Воняет Валим Отсюда Скорее Есть Также Спортивные Площадки Здесь Протекает Какая-то А Ну Что-то Здесь Протекает Парикмахерские Довольно Много А там Подальше Будут Еще и Массажные Салоны Просто Дофигища Кстати Когда Вчера Там Шел Ночью Мимо Этого Массажного Салона Ну Точнее Одного Из Я Иду Они Все Время Говорят Всем Типа Хай Массаж Вот Так Ну А я Им Тоже В этот Раз Решил Ответить Типа Хай Типа Подмигнул Типа Они Как Замещали Просто Все Там Человек Десять Сидело Девчонок Они Так Типа Прям Также Есть Аптеки И Даже Пожарная Часть Тут Есть Ресторан Где-то Георгия Называется Там Даже Написано По-русски Что Это Грузинский Ресторан И Там Постоянно Тусуется Много Русских Даже Сейчас Там Сидит Несколько Человек Хотя Довольно Рано Вообще Для Ресторана Так Что Таких Локальных Мест Здесь Достаточно Много По крайней Мере Особенно В Патонге Некоторые Даже Не Стараются А Просто Говорят По-русски То есть По-английски Даже Вообще Ни Слово Просто Приходят И Начинают Говорить По-русски Зашел я Опять На этот Местный Рынок Как он Фудмаркет Взял себе Кебаб Я там Уже Стал Завсегда Там Мне кажется Утром На пляже Конечно Уже До хрена Людей Ну Собственно Вот он Такой Пляж Патонга С утра Много 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 Людей Хотя На самом Деле Могло Быть И Больше А я Сейчас Иду Куда-то Вот В ту Сторону Там Вроде Как Поменьше Больше Свободного Пространства Которое Мне нужно Чтобы Поесть Да Вот вам Морюшко Или Океан I don't know Ну Вот тут Я пока И приземлюсь Пожалуй Буду ждать Сейчас Двух часов Чтобы Начался В отелях Заезд Чик-ин Нужно будет Сделать Забронировать Пока Буду Искать Варианты Вот Кстати Тут Есть огороженная Зона Где Можно Плавать И Зона Где Нельзя Плавать А вот Там Вчера Ночью Я Видел Как На Берег Вынесла Рыбку Игольчатую Которая Так Надувается Не знаю Опасна Она Или Нет Я Вообще Ни разу Еще Не плавал Даже Здесь Прикиньте Сколько Дней Тут Нахожусь Ни разу Не плавал Только Воду Потрогал И То Вчера Есть Ну Что Мы Переехали Это Было Очень Просто Очень Я Прям С пляжа Просто Пошел Отельчик Забронировал Себе Который Вчера Прям Наметил Повезло Что Не заняли Номера Они Стоят Относительно Дешево И Кстати Расположены Очень Близко К пляжу Мне До сюда До пляжа Пять минут Пешком Идти А Чтобы Поесть Мне Нужно Просто Повернуть На Определенную Улицу И Через Пять минут Я уже На улице С моим Стритфудом Любимым Конечно же Стоит Этот номер Всего Лишь 1690 Рублей В сутки Что Несомненно Круто Да Смотрим Давайте Я вам покажу Сейчас По-быстрому Я сам Еще Ничего Не смотрел Это У нас Ванна Ведро Почему-то Стоит На Унитазе Непонятно Душ Смотрите Какой Классный Офигеть Душ Хорошая Лейка Шампунь Мыло Все есть Раковина Крутая Унитаз Крутой Мне кстати Нравится Что у них Унитаз Вот с Такой Кнопочкой Там Типа Вода Внизу Есть Очень Клевое Решение Мне кажется Ну Биде Раковина Небольшая Красивая Довольно Таки Блин Мне нравится Кстати Этот Индиан Стайл Окно Между прочим Выходит Прямо В комнату То есть Вот Видите Да Какие-то Шторы А что за ними Интересно Ну-ка Давайте Посмотрим А тут Просто Гигантское Окно Офигеть Я такого Не видел Ни разу Понятно И вот Еще одно Окно Получается То есть Это Угловой Номер Есть еще Телевизор Большая Кровать Давайте Затестим О Я не чувствую Пружин Ура Это Гораздо Лучший Матрас Чем был В Ое Ну Такой Вид Не Не очень Просто Крыши Просто Просто Дома Вот Сегодня Солнечный День Кстати Еще есть Холодильничек Ой Только он Почему-то Не работает Кажется Ну да ладно Я в принципе Я в принципе Его не использую Водичка Чайник Ну все Мусорка И все И больше Как бы Ничего и не надо Розетки Самое главное Есть Кайф Стоил этот номер Повторюсь Всего лишь 4500 бат С копеечкой Это примерно 1600-1700 Рублей В сутки Как я уже говорил И это значит Что Этот отель Дороже Чем Ое Всего лишь Рублей на 300 Где-то Ну может быть 400 Но условия Мне кажется Гораздо получше Даже будут Ну не суть Че нам Кабанам Короче Сейчас я хочу Переодеться Сходить на пляж Все-таки Искупаться Наконец-то Ребята Я какой день Уже в Патонге Кажется Четвертый Что ли Или третий И ни разу Не искупался И вот мы сейчас Будем это Исправлять Close The doors Сейчас мы пойдем К тетечке У которой мы покупали Экскурсию Ну я Покупал Капец мне С отелем Повезло Реально Это же практически Первая линия Ну может быть Вторая Я не особо Разбираюсь Но это очень близко К пляжу До Банглэ Роудс Мне тоже Пешком идти 5 минут И до Фуд-стрит-маркета 5 минут Короче Кайф Посмотрим Что будет Ночью Масасас Сейчас где-то Здесь должен был быть Или будет Хелло, Масасас Ладно, давай Попозже Посвязь А, вон Я вижу где Так, ну-ка Интересно Скажут они Или Или не Молчат Слушайте Не знаю Не хотят Наверное На камеру Говорить А вообще Их как-то мало Сегодня там Обычно Прям До хрена Так, вот она Мой любимый Дистрибьютор Горящих туров Скидку мне сделала 50% Говорит Не знаю Правда, нет Ну, вроде Сходится по цифрам Если Ну, вот и все Оплатил я В общем экскурсию Она мне вышла В итоге Я не помню Говорил я или нет 1500 бат Вот Это со скидкой 50% Вообще Мужик, который рядом стоял Тоже русскоязычный Кстати, это первый русский С которым я заговорил За все это время Длительное Довольно-таки Он сказал, что Ему тоже Типа сделали скидку Хотя его никто Не приглашал сюда Меня просто сюда Пригласил Ну, как бы Друг мой, да Индус С которым я познакомился Я уже говорил Сто раз Вот А его никто не приглашал Но ему тоже сделали скидку Так что Так что Вот так вот Я думаю Вы можете требовать Попросить Если вам Нужно Попросить Небольшой сейл Для вас Вот Но так как я пришел С другом У меня все-таки Была больше скидка Чем тому мужику Вот так вот Так что вы можете Кого-то Найти Попросить Чтобы вас Типа Привели Если что Такс Ну что ж Давайте попробуем Зайти В воду Обрыв Я уже вижу Обрыв Кайф Кайф Да Вода Прозрачная Действительно О Мелкий Крабик Йоу Надеюсь Без морских Обитателей А то я Что-то Не люблю Такое Ну и вообще Красиво Мне нравится Сейчас Тогда Будем Загорать Плавать Купаться Лишний Кэш Я слил На экскурсию Все ушло Так что Оставлю Рюкзак На полежу А сам Буду Плавать По крайней мере Попробую Не попробуешь Не узнаешь Блин Такой водой Прозрачной Вот маски Не хватает Реально Я бы сейчас В маске Вообще Понырял бы С удовольствием Может чуть позже Куплю Девчонки Вон Купаются Может С кем-то Познакомлюсь Будет интересно Вау Look at this Выглядит Очень красиво Очень круто Так Ну Погнали Значит Кайф Ох Волна Идет Какая Волна Ну все Уже Стала Маленькая Надо Зайти Поглубже Там Мой рюкзак Надеюсь Не это Так Не Нормально Все Летс Гоу Кайф Блин Вода Вроде бы Чистая Совсем Тут даже Никого не плавает Слава богу А то я не люблю Эти штуки Входи всякие Всякие Вау Оу Так Ахахахаха Почему тут так мелко Я вот на коленках стою А от берега уже довольно таки прилично Отошел Вуйки И, кстати, всего лишь вон где, то есть дальше, по идее, не заплывёшь. Пробираемся сквозь перни в море. Кайф. Главное, телефон не намочить же. Так. О, да. Всё, я думаю, на этом мы можем закончить сегодняшний ролик. Спасибо, что были со мной. Ставьте большие пальцы вверх, задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть. Или просто можете меня всячески поддержать. Ссылки будут в описании. Скидывайте донаты. Чем больше донатов, тем дольше я смогу пропутешествовать. Всем спасибо за просмотр. До следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok